Представители знака Зодиака Скорпион. Скорпионы и Скорпионши, мои дорогие, здравствуйте! Второй прогноз, гороскоп, осень 2023 года, месяцы, сентябрь, октябрь, ноябрь. Как изменится моя жизнь? Давайте узнаем. 2023 год – это год адаптации, я в нескольких видео об этом говорю. И, надо сказать, начался он у нас с ретроградного Меркурия, который в ретро-движение ушел в конце 2022 года. И это происходит в знаке Зодиака Козерог. И закончится этот год там же ретроградным движением, опять же, Меркурия и в знаке Козерог. Козерог – это всегда какая-то структура. И почему год адаптации? Вот последующие годы, как 2024, так и 2025, это если по годам, год дракона, год змеи. Всегда в эти годы, но они не бывают спокойными. Да и тут тоже многие планетарные события произошли таким образом и конфигурацией, когда будет меняться какой-то порядок. Это то, на что мы не влияем. А мы как будто свое место под солнцем должны отстроить. И как раз 2023 год – это наше место безопасности. Мы отстраиваем свое буквально благополучие. Или там, где вот нам хорошо, там, где нам счастливо. Или пусть это выражается, допустим, в наших личных достижениях или по работе. Значит, тоже что-то стабильное, на что мы можем опереться, даже если вокруг там любые какие-то события происходят. Это для нас, для всех важно. И кульминационный момент, наверное, развивается как раз в конце лета, август и конец июля даже. И кому интересно, вы можете перейти, есть на канале события до конца июля, есть и по августу, есть судьбоносные периоды. У меня видео и для всех знаков для вашего, понятно, тоже. Судьбоносные периоды туда аж заходом на октябрь. Почему? Я предлагаю. Очень много событий лета будут формировать осень. А осень – это и есть та, наверное, или то кульминационное время, когда мы как будто подытоживать можем что-то. Или когда, основываясь на том прошлом, а у нас будут, опять же, планетарные события, словно возвращать нас к какому-то нашему прошлому или какой-то составляющей части его. Как будто мы должны пересмотреть, но не для того, чтобы что-то удержать, нет, а именно реально оценить ситуацию и понимая, что нам может пригодиться в будущем взять с собой. И мы в последующем это должны изменить, как будто реструктурировать, потому что не будет как прежде. Вот это понимание, оно как бы присутствует, оно через весь 2023 год проходит. И для вас, мои дорогие скорпионы, как раз осень, она даже сам сентябрь, очень благоприятен, потому что в целом земные и водные знаки сейчас будут поддерживаться Юпитером и Ураном. И с усилением Плутона, Сатурна есть средства и возможности изменить то, что именно нужно изменить. Вот это, наверное, основное, увидеть, что же сейчас поддается коррекции, что будет для меня в последующие годы важно, а от чего однозначно отказаться. Потому что это одновременно прекрасное время освободиться от каких-то тяжелых ситуаций. Поэтому, если какие-то, мы говорим про пересмотры, если какие-то сферы нашей жизни не попадают или, может быть, не по нашему влиянию, а так сложились, обстановка или внешние какие-то события не попадают под область нашего воздействия, мы тоже должны какую-то реальность принять. Поэтому для вас, знаете, как проверка может быть в течение осени словно на маневренность. И будет важен тот факт, что мы одну какую-то область своей жизни изменить не сможем. И нам, ну, как данность действительно придется принять. Зато, как минимум, в одной из сфер жизни нам может очень крупно повезти. И, наверное, фишка в том, чтобы успеть переключиться с того, что, может быть, нам и дорого где-то отказываться, отпускать. Но вот реальность сложилась именно определенным образом. И нам нужно на какие-то новые предложения, которые могут приходить совершенно случайно. Или обстоятельства могут меняться как-то, вас подталкивая к какому-то решению. И, значит, чего-то мы не должны упустить. Потому что вы будете, вы люди очень интуитивные. Вы будете чувствовать, в какой области мне словно Вселенная помогает. Где я сейчас чувствую поддержку. И, значит, где-то в этом направлении и следует двигаться. Это, знаете, как могут быть новые люди, например. Какие-то новые контакты, которые могут вас побудить развиваться вообще в какой-то новой сфере жизни. Или как-то изменить свой бизнес. Или какие-то предложения, ну, такие по плану нашего здорового честолюбия. Тоже какие-то перемены. Поэтому мы не должны что-то упустить, отказаться или себе самому надумать. Хотя на вас это не похоже, но мы все люди. По-разному бывают ситуации. Что я, допустим, думал, вот в этом направлении буду идти и точка. А нет, а тут какую-то альтернативу нам будет преподносить. Жизнь, реальности, может быть. Будут интересные предложения обязательно, которые одновременно где-то могут быть вам самим, знаете, как любопытно. Может быть, это что-то новое, чем вы раньше не занимались. И будет желание быть практиком-исследователем. И вы знаете, вот этот момент в себе нужно как будто развивать. Потому что задача ваша на последующее время как будто привнести в свою жизнь какие-то элементы совершенно новые. Будет также важно не застрять в той области, которая словно, ну, не в нашей юрисдикции. Что-то мы не можем изменить. И здесь, на этом этапе, лучше быть вот этим самым исследователем, да, который любопытство в хорошем смысле к жизни в себе сохраняет, чем каким-то грустным практиком-реалистом, понимаете. Не вспоминать какие-то прошлые события. И самое главное, если мы говорим про отношения, не проводить каких-то, знаете, доскональных археологических раскопок по теме отношений вообще в принципе. Бывают ситуации, где лучше отступить назад, чтобы себя поблагодарить. Может быть, будет импульс разобраться, знаете, вот, ну, вот как будто звезды говорят, нет, вот, ну, не докапываться до сути. Ты ведь, в принципе, сам все знаешь уже где-то или предчувствуешь. И доверяйте своей интуиции. И в сентябре, конкретно, в начале осени, лучше шаг назад отступить в одной сфере вашей жизни. И это может означать три шага вперед в какой-то другой сфере жизни. Переключайте энергии и внимание. И это будет для вас как ковровая дорожка к успеху. Таким образом, могу сказать, даже если вы думали, что успех к вам придет каким-то определенным путем или определенным образом, то уже начиная с сентября он может к вам прийти с тех позиций, о которых вы даже, ну, не предполагали и не ожидали. Почему важно уметь маневрировать, манипулировать. Ну, я думаю, что у вас, мои дорогие, как раз получится. Давайте посмотрим, как изменится моя жизнь. Ну, вот то, что я сейчас только что рассказывала, да, мы можем себе нарисовать каких-то картин, если начнем чересчур в эту глубокую философию где-то соскальзывать и потеряем связь с реальностью. И тогда мы не заметим то, что в виде возможностей или каких-то предложений к нам приходят. И я говорила, что новые люди могут приходить в нашу жизнь. Может быть, люди, которые, ну, знаете, несколько не из нашего привычного круга или их взгляд на вещи, на жизнь тоже какие-то, ну, не такие, как у нас. И вот тут надо пристально пронаблюдать и включить интуицию. А если мы заняты тем, что мы анализируем там что-то, что у нас не удалось или было со знаком минус, мы ж ничего не заметим. Поэтому не мешайте себе. Для кого-то из вас уделить внимание конкретно своему сну, чтобы режим труда и отдыха, полноценный сон. Помните, уставшие люди делают ошибки. Это физиология, это правило работает на тысячу процентов, не то, что на сто. Итак, как изменится моя жизнь? Давайте узнаем, что думают карты. Финансовый достаток, когда я собой доволен, карта эгоиста. Поэтому есть все предпосылки быть этим эгоистом. Ну, несмотря на то, что кубки – это именно финансы, и, видимо, для вас или успешное решение вопросов, связанное с финансами, или получение денег, получение гонорара. Одним словом, финансами мы останемся довольны, но деньги не тратим. Девять по нумерологии, и это всегда преддверие перемен. Как изменится моя жизнь? Ну, это вы сами и ваши дальнейшие планы. Король у нас присел обдумать, и неважно даже, если меня девушки смотрят. Значит, две области вашей жизни – отношения и деньги. Будут где-то вот как по планетарным событиям. У нас Венера, и как раз она в знаке Льва находится. Тут может активно для вас какие-то вопросы проигрываться, как и по финансам, так и по отношениям. Есть и ретро-движение с этого, как будто берет начало какая-то перестройка или реструктуризация, или то, что мы как будто отпустим и оставим в прошлом, а что возьмем с собой. Ну, какие-то новые свершения определенно будут. Но посмотрите, король кубков у нас показан, что он сел и думает. Поэтому не спешите. Тут для вас будет важно правильно как-то оценить обстановку, прислушаться к интуиции, быть и мудрому. Поэтому нечего добавить. Ваша карта, по сути, выпадает. Я всегда говорю, что маги, волшебники, скорпионы, то есть все стихии в руках. Но когда выпадает эта карта, категорически нельзя впадать в глубокую философию. Иначе вот все то, что я говорила до карт, мы там застрянем. Мы словно выпадем из этой реальности, а так нет ничего для вас невозможного. Вот сначала у нас финансы, вот это вы сами, а это вот ваше новое качество. И что вы тут задумаете? Вы практически можете все. Но важно ведь именно еще сооценить с тем, что вам сейчас словно в руки идет. Вот то, что я хочу, и как складывается обстановка. Маг обязательно это анализирует. Потому что нельзя продавливать ситуацию. Это ведь манипуляции все равно. Поэтому будьте где-то прозорливы. Прислушивайтесь к шестому чувству, и точно оно вам подскажет правильное направление. Как изменится моя жизнь, победа, мои дорогие. Ну вот то, что я говорила, правда, как минимум в одной области будет победа. А может быть это будет и в нескольких. Но не расслабишься. Я бы сказала, если и будет такое ощущение, я хожу по кругу. Поверьте, это только ощущение. Это значит, вы не в ту сторону мыслями куда-то вас так это развернуло. Потому что очень благополучный период для самореализации, для реализации или начала какого-то нового дела. И самое-то главное, не расслабишься. По карте победителя нам только 50% как будто успеха что-то завоевать или чего-то достичь. Будет сложнее удерживать. А чтобы удерживать, надо держать руку на пульсе и отслеживать ситуацию. То есть это важно. Ну давайте мы спросим, как будет развиваться событие. Карта музык, вдохновение, приятных эмоций. Может быть вы каким-то творчеством занимаетесь. Для кого-то из вас новая сфера деятельности. Именно то, что нам приносит удовольствие. Хотя надо сказать, что это что-то возвышенное. И в то же время у нас у принцессы стоит кубок и оттуда выглядывает рыбья голова. Это один из символов благополучия и денег конкретно. Поэтому даже творчество мы можем переложить на какие-то финансовые рельсы. Или допустим свое ремесло как-то усовершенствовать. Свою работу, свой бизнес. Мы занимаемся тем, что нам нравится. Но в любом случае будут приятные эмоции, нам об этом говорят. Чем-то мы тут вдохновимся. Так, а что еще? Праздник после победы. Причем это тот праздник, который мы как будто разделяем с друзьями, с близкими. Есть и люди, которые к нам искренне относятся. И которые не только какие-то минусы могут с нами разделить, а именно искренне порадоваться. А вообще это четверка. И это как четыре столпа. Это уверенность. Это якорь. Когда все под контролем. Когда все отлично. Давайте еще. Как будут развиваться события. Про любовь, мои дорогие. Но кому-то захочется из вас явно манипулировать в области чувств. Или вашими отношениями. Будьте аккуратны. Вы люди очень сильные. Но иногда, ну, есть такой момент у Скорпиона. Вы можете не рассчитать свою силу в плане того, что контроль. Понимаете? Поэтому хотя бы создайте иллюзию, что вы не контролируете. Просто будьте магами и волшебниками, чтобы, может быть, ваш партнер не прочувствовал вот этого давления. Магом быть, ведь это где-то вовремя отступить, полшалка назад. А вообще для вас нет ничего невозможного. Поэтому управлять, манипулировать надо ведь тоже. Это искусство. Так вот, этому искусству, видимо, где-то вы будете продолжать учиться. Потому что какие-то мягкие энергии. Но вообще это карта искренней любви. Это не про страсть. Но это про душевность. Когда без слов люди друг друга понимают. Какой-то союз, который благословлен. Кадуцей, который изображен в правом верхнем углу. Это знак небесного благословления. Вот есть какой-то такой союз. Значит, есть такие и отношения. А если вы один или одна, мои дорогие скорпионы, не получится счастливой жизни. Надо без личной жизни. То есть этой сфере надо точно уделить внимание. В течение осени. Однозначно. Давайте еще. Каковы будут события. Ну, вообще по королю Пентакли проходят люди, которые рождены под знаком зодиака стихии земли. Телец, девок, зирок. Может быть, есть у вас человек в вашем окружении. Может быть, это ваш партнер. Или те люди, которые прочно стоят на земле. Которые где-то сделали себя сами. Те, на которых мы можем положиться. Ну, и в принципе, это просто энергетика этой карты говорит о надежности, стабильности. И то, что у нас все под контролем. Давайте еще один ряд. Как изменится моя жизнь. Будут и новости. Будут какие-то возможности по тузу жезлов. И от чего-то мы не должны отказаться. Вот, наверное, правда. Тут ведь, как возможность, она может прийти совсем не с той стороны, где мы ожидали. И значит, по этой карте мы должны откликнуться на что-то. Но не подвергать себе риску. Это определенно. Но рассмотреть, как какие-то альтернативные варианты. Как будто стоят. Ведь это карта шансов, по сути дела. Значит, как минимум шанс будет. Ну, и будет нам помогать как интуиция, так и мудрость. И могу еще сказать по карте Луна. Здесь ведь двояко. С одной стороны, она проигрывается, как тепло домашнего очага. Или когда мы дома что-то улучшаем. Наши отношения с близкими. И когда в целом, ну вот, это то место комфорта, куда мы приходим отдыхать. С другой стороны, это старший аркан. И есть такой еще момент, что мы с собой не рискуем. И для вас все-таки, может быть, вы будете в такой ситуации, когда вокруг вас толпа. И вот в том значении меня несет толпа. Мы, если толпе надо направо, поверьте, нам надо налево точно. Мы как будто должны этой толпы избегать. Потому что для вас надо контролировать ситуацию. А когда мы находимся в скоплении людей, для нас, значит, это может быть опасно. Вот примите вот этот момент, может быть, для кого-то он будет важен. Но, видимо, еще и будут ситуации, когда, ну вот, как-то не все разрешено. Есть какие-то непонятности. Или есть какие-то ситуации, которые мы бы хотели прояснить быстро, кстати. А быстро не получится. Тут по этой карте нам ведь о чем говорят? Что вот эта темнота или сумерки, это временно. Выглянет солнце и все встанет на свои места. Значит, будут такие ситуации, которые, сколько ни педалируй, ничего не поймешь. Просто пронаблюдать. И вопрос, глядишь, решился сам. Вот это тоже примите во внимание. Как изменится моя жизнь. Король мечей. У кого-то маг, сфера отношений, да, если мы говорим карты любви или влюбленных. Хотя это не старший аркан, это карты любви именно. И король мечей. У кого-то могут быть вопросы, связанные, ну, может быть, даже с юридическими какими-то темами в вашей паре. Или то, что вы оформляете в высоких инстанциях. Потому что чиновники как раз проходят часто по королю мечей. У кого-то, может быть, и ситуация может сложиться таким образом, что мы можем и к врачам обращаться тоже. Вообще любые узкие специалисты проходят по карте короля мечей. Кроме высоких чиновников или представителей власти, представителей законной власти. Но прежде всего это какой-то рационализм. Поэтому, видимо, ну, где-то как у мага и волшебника. У него ведь тоже холодная энергия. Как и где-то у короля мечей. И, надо сказать, король мечей наиболее удачлив в решении вопросов дела работы, бизнес и финансы. И если это у нас где-то близко с отношениями. Знаете, вы как будто не надо себе чем-то навредить. Ну, рационально оценить какие-то возможности, обстановку перед тем, как что-то сказать или как-то действовать. Но определенно расчет какой-то он присутствует. Как изменится моя жизнь. Давайте еще одну карту достанем. Ну, вот точно вопросы семьи, вашей пары, потому что у нас и король выпадает кубков, у нас выпадает и королева кубков. А это у нас королева-русалка. Это где-то энергия, как у мага. Потому что раньше изображали королева-русалка. Это как тот персонаж, что заманивал рыбаков и моряков на пучины морские. Обещая несметные сокровища и любовь. Поэтому для кого-то придется, видимо, воспользоваться и такими энергиями. Но я бы сказала так. Это ваши какие-то планы и возможности как будто действительно делятся в течение осени на две конкретные сферы жизни, которые просто выходят на первый план. И я могу предположить, с учетом ретроградной Венеры и последующих на осень заходящих тоже планетарных событий по Венере. У нас там будет как соединение с Юпитером. Это у нас будут финансы. Так у нас будет еще и с Юноной. А это у нас ось отношения. И где-то у вас будут проигрываться как вопросы личной жизни и зарабатывания денег. Собственно, с этого все началось. Но помните, у вас не время неограниченных возможностей. Придется переключаться с одного на другое и удерживать свою победу. Давайте посмотрим теперь, мои дорогие Скорпионы, помесячно, как видят карты, этот период. И мы достанем три карты, как три месяца. И на колоде Тару Висконтис Форца по основным сферам жизни попытаемся их раскрыть, каковы будут подсказки. Итак, сентябрь, октябрь и ноябрь. Дела, работа, бизнес на сентябрь. Что у нас по финансам и в личной жизни? Октябрь. Дела, работа, бизнес. Посмотрим энергии. Что у нас в финансах и что у нас в личной жизни? И ноябрь. Дела, работа, бизнес. Деньги. Любовь. Итак, сентябрь. Карта Луна. Ну, это вот то, что я говорила. По сентябрю вот еще мутная, непонятная какая-то, может быть, в начале обстановка. И не педалируйте какую-то ситуацию. Тут вот именно уметь увидеть, что есть по факту. И с другой стороны прислушаться к собственной интуиции. У кого-то из вас вопросы вашей семьи, вашего дома. Или, может быть, вы дома будете что-то переделывать. Иногда такое тоже проходит. И помним, избегаем скопления людей, если мы случайно оказываемся в какой-то толпе. Слушайте больше интуицию, наверное. Замечайте, откликайтесь, может быть, на какие-то возможности. Но не так, когда мы кому-то что-то обещаем. Будут перемены. Здесь именно, знаете, где-то наша собственная гибкость и приспособляемость все-таки проходит по карте Луна. Потому что ничего не понятно. И от того, насколько мы будем вот такими маневренными, будет зависеть наш успех. Давайте мы посмотрим. Дела, работа, бизнес. Ну, прекрасно. Карта, по сути дела, это карта как мага. Это карта силы. Все в вашей власти. Но, мои дорогие, вот что-то непонятно, да, нам по Луне уже сказали. А в этой карте молодой человек палкой заставляет Льва подчиниться. И будет элемент, ведь Лев это у нас наше эго. Поэтому свои как будто эмоции нужно держать на коротком поводке. Они не должны нам в чем-то помешать. А вообще у нас, возможно, все. Потому что у нас очень сильная позиция. И это можно применить, по сути, ко всем сферам жизни. Но делать это очень грамотно, очень мудро. Где-то незаметно. То есть вот такие силовые методы мы можем использовать в отношении собственных только эмоций. И тогда для нас нет ничего невозможного. Какой бы вы по делам, по работе, по бизнесу вопрос не поставили, вы, несомненно, его как будто решаете. Что с финансами? А какие-то приятные новости, вдохновения. И я бы сказала, у кого-то это проиграется, как вопросы, связанные с детьми. Или, в принципе, все равно вы остаетесь довольными. То есть финансы есть сильная позиция. Вы нам уже об этом сказали. Но а уж траты нам об этом не говорят. Сама по себе карта достаточно этапа шкубков не такая крупная. Но карта, когда нас что-то вдохновляет. Поэтому, видимо, по финансам проблем каких-то не ожидается. В личной жизни. А здесь у нас выпадает справедливость. И самое главное быть честным с самим собой. И держать эмоциональный баланс. Вон, как раз весы изображены. Может быть, от чего-то придется и отказаться. Ну, вот, наверное, какой-то пересмотр. И даже сложившийся в паре, в отношениях. Знаете, это когда даже все хорошо. Значит, все равно мы как будто должны что-то изменить. Или какой-то элемент новизны. Что-то меняется. Может быть, у партнера меняется. Или в обстоятельствах нашей жизни меняется. И сообразно этому нам перевести что-то на новый уровень. Как будто придется. А для кого-то из вас, может быть, будут конкретные вопросы, которые связаны с юрисдикцией. Может быть, это поддержка где-то юристов, адвокатов. Ведь у каждого какая-то своя история. У кого-то могут быть и вопросы в суде. И что-то вы будете тогда тут решать. Но педалировать так точно нет. Потому что луна. Много еще непонятно. И я тогда могу предположить, если, правда, у кого-то вопросы в суде, то вряд ли они за сентябрь могут решиться. Но как-то направить в нужное русло с учетом карты силы у вас определенно получится. Но мы должны быть, знаете, следовать по закону. И тогда закон нас защищает. Будьте внимательны, мои дорогие скорпионы. Октябрь. Карта вдохновения, карта возможностей. И я говорила, что когда мы даже какое-то свое увлечение можем либо монетизировать, либо на этом как-то заработать, либо то, что вы умеете делать хорошо, тоже, может быть, это будет служить вдохновением для кого-то другого. То есть подать это так, чтобы еще буквально заработать деньги. Но это больше как что-то возвышенное и хорошее настроение. И так в целом на октябрь нам уже обещают приятный период. Давайте дела, работа, бизнес. Опять же, ваша карта. То, что и кубки, приятные эмоции. И то, что вы планируете, судя по всему, как раз этим вы будете заниматься. Давайте мы откроем финансы. А по финансам, ну, как-то деньги мы тут не тратим. А вот по части изменений в финансах, когда к нам приходят какие-то предложения, новые возможности, и мы должны откликнуться, чего-то мы не должны пропустить как будто. И мы словно, знаете, новый опыт можем нарабатывать. Или вы захотите, может быть, у нас тут все-таки карта музы, себя как будто попробовать в новом направлении. Или, может быть, придет предложение такое. Или новость какая-то вас заставить переключиться, может быть, на то дело, которым вы раньше не занимались. И по двойке пентаклей мы очень быстро как будто становимся профессионалом. Или мы сделаем что-то лучше, чем профессионал. Вот такие возможности. Просто, видимо, у каждого будет какая-то своя, как область или сфера жизни, так и у каждого может быть конкретная ситуация. Поэтому держите руку на пульсе. С другой стороны, знаете, мы не ставим перед собой каких-то таких, ну, наверное, глобальных намерений, когда на какой-то далекий срок. Нам просто говорят, пробуй, пока не надоест или не получится. Но помни, ничто так не постоянно, как перемены. Вот такое значение у двойки пентаклей. Ну, наверное, вот где-то с этой энергетикой попробовать себя, да, вдохновиться чем-то и попробовать что-то новое. Нам как будто предлагают карты. Но позиция ваша все равно достаточно сильна, конечно. Для кого-то это будет означать, может быть, как перевод отношений на новый уровень. Это статусная карта. Решение вопросов в каких-то, опять же, инстанциях. Не всегда тут нам про любовь. Иногда это ваша личность, изменения как статуса, так и, может быть, какие-то решения финансовых вопросов, юридических, опять же, вопросов согласований, может быть. И император, он надеется сам на себя. Наверное, как и вы, мои дорогие скорпионы. Это правда. Скорпион – замечательный знак. Это правда. Он не ждет каких-то манну с небес, а он засучил рукава и что-то делает. Это вот сильная ваша всегда в этом позиция. И ваша интуиция, она подсказывает вам всегда нужное направление или ход развития событий в дальнейшем, как бы предвидеть в наше сложное время очень ценная способность. И здесь вот как раз, если мы говорим немножко про будущее и вашу личность, да, то есть не про любовь, все-таки больше тут про нам про статус, про власть, ведь это карта власти в первую очередь. И это наша власть на что-то влиять. Так вот, нужно учитывать, когда власть и ответственность, может быть, какая-то мера ответственности, тоже проигрываться, именно как вот вас самих. Но и значит, тогда мы себя не подвергаем риску. Император не будет рисковать как своим положением, своим добрым именем. Он не поставит под угрозу свое финансовое состояние. И он готов корректировать свои планы, чтобы не изменить что-то главное, как цель, как намерение. Но понимая, что все время что-то меняется в округе, и поэтому он где-то ловко манипулирует, подстраивается к этому, он готов. Но рассчитывает он сам на себя. И значит, вы знаете, все-таки по этой карте может проиграться в любой сфере жизни, когда мы должны вроде как что-то просчитать, но мы не должны в чем-то ошибиться. То есть, а мы не ошибемся, если мы надеемся только сами на себя. Какие-то позиции нам придется удерживать. Может быть, мы столкнемся, когда кому-то от нас будет, ну, или потребуется помощь. Может быть, мы и сами пойдем согласовывать что-то в высоких инстанциях. Но так или иначе, энергетика ваша, личная, она вот будет сродни императору. Поэтому где-то будет нужно держать марку, престиж, имидж какой-то ваш. Этот все тоже будет иметь значение. Ноябрь. Еще раз нам как раз жонглер изображен, и все то значение, которое я рассказывала по двойке Пентакли, ничто так не постоянно, как перемены. И у кого-то может быть продолжение какой-то темы или того предложения или информации, как будто развитие в дальнейшем. Вы какую-то можете продолжить историю. И вы знаете, вам это может очень даже понравиться. И еще плюс к этому, какие-то перспективы для вас новые открыть. То есть, начав какое-то дело практически с нуля, или попробовав себя в новом деле, вообще фантастика. У вас это как-то пойдет, пойдет вперед. И кто знает, может быть, для вас это будет каким-то либо новым делом жизни. А у кого-то проиграется так, что вы задумаете о переезде или о смене сферы деятельности. Вот то, что началось, на первый взгляд, как пустяк, в итоге может какое-то блестящее продолжение иметь. Дела, работа, бизнес. Что-то будет развиваться. У нас выпадает Королева Жезлов. И если мы берем энергетику этой карты, она как раз наиболее удачлива, Королева Жезлов, в сфере дела, работы, бизнес и деньги. Конечно, это может быть какое-то сотрудничество с человеком, который рожден под знаком зодиака, стихии огня, овен, лев, стрелец или, может быть, имеет там асцендент. Ну, кто знает, а может и по Луне. Иногда и так бывает. Но это те люди, которые очень притягательные. С ними хочется дружить, с ними хочется общаться. Но помните, умеет хранить тайны великолепно Королева Жезлов. И она как о себе не расскажет много, так и, правда, она и чужую тайну тоже сохранит. И все будет зависеть от того, что это будет. Либо это только энергетика, о которой я сказала, а для кого-то из вас это конкретный человек, который рожден под таким знаком зодиака или асцендентом. Но если мы говорим про энергетику о себе, мы тогда тоже много не рассказываем, раз мы можем столкнуться с такими людьми. Но если на дела, работу, бизнес, то тут как раз мы все вопросы решим. Финансы. Колесо фортуны. А вот здесь исключить риск. Тут всегда с этой карты, в этой колоде, второй Висконте Сфорца. Колесо фортуны 50 на 50. И мы не узнаем, в какую сторону эти 50, пока мы не попробуем. Но вот риск мы точно исключаем с учетом двойки Пентаклей. И я могу точно сказать, в каких-то мутных сделках лучше не участвовать, участвовать, да и людей, которые такие, знаете, тут ведь не попасть в какую-то двойственную ситуацию или в зависимое положение, или когда нам не сказали ни да, ни нет, а мы сидим, чего-то ждем. Нет, все-таки свою какую-то стратегию, тактику следует иметь. Но и не упустить какое-то предложение, возможность, и при этом оставлять как пространство для маневра. Словно у нас должен быть маневр в том плане, чтобы элегантно, если потребуется, выйти из какого-то дела. Вот как этот мудрец, который проползает под колесо. Потому что на начальном этапе мы не знаем, как пойдут разворачиваться события. А вот вовремя так в тень, может быть, по-английски уйти, может быть, кто знает, нам и потребуется. Но ведь это может быть и что-то со знаком плюс. Поэтому, я думаю, ваша интуиция вам определенно поможет. Ну и осторожность, это тоже присутствует. И если мы говорим личная жизнь, у нас выпадает старший аркан. Видимо, какой-то результат в личной жизни. Это может быть, кстати, не обязательно про любовь. Ведь это карта избавления от боли, избавления от страданий. Но это как будто что-то по судьбе. И у кого-то это проиграется, когда вы даже хоть и на личную жизнь выпало, но будет проигрываться ваша какая-то деятельность. Именно деятельность по работе или по финансовым вопросам, или по решению документальных каких-то тем. А у кого-то по переезду. Вот что-то такое вы тут будете, может быть, согласовывать. И, скорее всего, уже какой-то результат вы здесь получите. Добрая карта, повторюсь, но она нам говорит о чем? Что следом идет совершенно новый жизненный этап. Это словно мы перевернули страницу и пишем с чистого листа. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые скорпионы, и будьте счастливы и любимы всегда.